Всем привет! У нас распаковка с Алиэкспресс. Начну с самой большой посылки, потому что она занимает огромное количество места, а остальные посылочки так ютятся возле нее. И, конечно же, вам интереснее будет ее посмотреть в самой первой. Я думаю, вы прекрасно видели, как продавец это все замечательно паковал. Мне казалось, что этот ящик просто огромный по пакету, но оказался очень даже миленький и небольшой. Взяла я его для хранения всяких кисочек, помад, тушек, хотя у меня уже есть из Фикс Прайса подставка, но заказывала я его намного раньше, чем купила эту подставку. В любом случае он лишним не будет. Вот смотрите, сюда можно убрать спонжики. О, она полностью, кстати, вытаскивается, вообще удобно. Качество пластмассы очень даже неплохое. То есть вы выставили сюда спонжики, закрыли, они у вас особо сильно не пылятся, но вот есть дырочка небольшая, но я думаю, ничего страшного. Сюда вы можете убрать какие-нибудь крема, бальзама для губ, я не знаю, все что угодно, все что удобно, кисточки для макияжа. Я, конечно же, ее буду использовать не по прямому назначению, а для ногтевых всяких кисточек, всяких мелочей, потому что обычно канцелярских стаканов мне просто не хватает. А сюда также мелочевку для маникюра, которой я пользуюсь постоянно регулярно, и просто лазить за ним мне иногда даже лень. И снова пришла мамина бюджетерия, у продавца заявлено, что вот этот камешек агат. Если постучать об зубы, он действительно как стеклянный, поэтому я, наверное, поверю. Вокруг у нас идет россыпь камешков, очень симпатичное колечко, и оно безразмерное, но его разжимать надо очень аккуратно, иначе, если вы усики погнете, потом уже как следует их не выпрямить. Стоило оно в районе 100 рублей, но, в принципе, оно очень и очень красивое. Эта посылка уже не такая бюджетная, как хотелось бы. Серги стоят 200 с чем-то рублей, или даже 300, и колечко в районе 200 рублей. Сережечки сделаны с английским замочком, камешек идет на просвет, то есть больше будет в нем света, и он будет намного больше сверкать. Мы по фотографии думали, что цвет будет красный, но на самом деле он какой-то более малиновый. Но сами сережечки сделаны очень аккуратно, в принципе, свою цену они очень даже стоят, тем более сверху у них покрытие, от которого нет аллергии. Себе я уже заказывала украшение с Алиэкспресс, именно с такой пробой S925, и у меня аллергии не было, хотя носила я не один день. Вот в таких случаях хочется сказать, что продавец просто молодец. Смотрите, как он упаковал просто ленту. Двусторонний скотч, очень толстый, сейчас вам покажу, для чего вообще я его взяла. В группе ВКонтакте мне девушка написала, что пластилином не очень удобно пользоваться, и посоветовала вот эту липкую ленту. Она двусторонняя и подходит идеально для крепления типс, да и не только, для всего, чего вам угодно. И в большей степени я взяла ее, конечно же, для крепления типс на дисплей. Это силиконовый скотч, вот такой вот толщины, сейчас найду типсы, и мы с вами попробуем их прикрепить. Как я понимаю, достаточно маленького кусочка, хоть в орлоне немного слоев, но хватит мне его надолго, если, конечно, получится прикрепить. Одна сторона уже липучая, а вторую сторону надо вот как-то поддеть. Для меня это оказалось прям большой проблемой. Сейчас буду долго, придолго сидеть и отрывать краешек. Ну вот, кое-как у меня получилось всего поддеть, и сейчас мы с вами типсу прилепим. Слушайте, классная штука. Типсы прилепилась, и даже не собираются никуда отскакивать. Пластилин все время ерзает, но тут, если она приклеилась, то все. Единственное, что меня беспокоит, так ее многоразовость. Если типсу я использовала, можно ли ее отлепить снова от типсы и приклеить другую? Вот это прям большой вопрос. Снова пришли мне стразики, никак я не могу угомониться, и тут взяла ассорти, потому что, ну, мало ли, у меня какого-то цвета нет, а мне очень надо. Количество, конечно же, меня убило. На самом деле, у продавца оно совершенно другое на фотографиях. Я могу ошибаться, что-то перепутать, но мне кажется, в любом случае их должно быть больше. И, наконец-то, мне пришел мой велодержатель. Конечно же, поздновато. Это для телефона. Вот эти прорезиненные штучки вставляются для того, чтобы пластмасса не скользила по самому рулю. Система очень удобная, не требует никаких болтов, никаких ключей. Вы гаечку вставили в отдельное гнездо и спокойно крутите, она у вас зафиксирована. Также сам держатель у вас ворочивается в разные стороны, в силиконовой и на пружинках. Замечательно. Еще дополнительный силиконовый держатель для большей безопасности, чтобы у вас телефон точно никуда не улетел. Пришел мне снова силиконовый коврик, который мне очень нужен, потому что прошлое я сильно испортила, и он уже вышел из строя. Этот более тоненький, вот в любом случае подойдет. Да и на самом коврике спокойно можно рисовать, даже тренироваться или делать все, что угодно. Краешки у него очень красиво сделаны, вот такие ноготочки. Не знаю, я обычно ими никогда не пользуюсь. В большей степени они мне нужны для стемпинга. Но коврик хороший и также у него хороший размер, примерно 30 на 40. Пришла магнитная ручка, но вы знаете, я сейчас присмотрелась и поняла, что это обычный карандаш для страз, который используется в алмазной вышивке, и также я его использую для страз в дизайне ногтей. То есть я могла карандаш для страз свой взять и сделать просто вокруг вот такие шарики, а не тратить еще больше денег. Но с другой стороны, можно в нее добавить и сделать какие-нибудь интересные рисунки. И с обратной стороны тоже как бы какие-то интересные магнитики, но они какие-то погнутые все, какие-то грязные. Обязательно с вами будем тестировать, и вы посмотрите, надо вам такое брать или нет. Но первое впечатление очень плохое, очень дешевое. И я не могу сказать, что эта штука стоит 100 рублей. Вот цена ей 15 рублей максимум. Ну и снова у меня заказ для мамы. Это у нас кольцо, размер я вам не скажу, но не маленький. Визуально минимум 11. Проб никаких нет, покрытия, соответственно, защитного нет. Нет, возможно, вызовет аллергию. Поэтому ручаться, что тут покрытие какое-то есть защитное в виде серебряного или еще какого-нибудь, не могу сказать. Но заявлено продавцом, что вот этот настоящий камень чароид. Кстати, 11 размер точно смотрится очень красиво, очень стильно, но опять же, качество металла неизвестно какое. Еще пришли мне мои любимые пластиночки SPV. Как вы знаете, я их люблю. И, кстати, первый раз вижу, чтобы они так были упакованы. То ли это подделка, то ли еще какая-то проблема, не знаю. Будем с вами обязательно тестировать. Это номер 3, номер 1. Надеюсь, что именно эти номера я и заказывала. В любом случае, мне качество пластин очень сильно понравилось, но эти от другого продавца. Поэтому советовать на данный момент, прямо вот сейчас вам говорить, что пластины замечательные, не буду. Но также могу оставить ссылочку на хорошего продавца, у которого пластины я уже проверяла. Они отменного качества, поэтому я прям на них залипла и зависла. У нас такой в группе бум на эти гель-лаки, что я тоже решила заказать. Но как можно удержаться, если все их покупают? Так как цветов у меня немало, и я не знаю, какие мне даже нужны, из-за этого взяла набором и продавцу не писала, какие номера мне нужны. Прислал, конечно же, он мне на свое усмотрение. Наполняемость сразу давайте проверим, потому что мало ли что. Хотя, чего я буду проверять, вам, я думаю, в горлышке на данный момент видно, какое количество в самом бутыльке. На всякий случай, давайте еще один откроем. Продавец прислал мне подряд, а я и думаю, цвет очень сильно похож, но этот более темный. Наполняемость тоже самая. Но остальные цвета мы с вами посмотрим в отдельном обзоре, потому что сейчас, если я начну все открывать и вам показывать, займет у нас распаковка очень большое количество времени. И снова пришли гель-лаки, это уже розалинт, я не знаю, как называются и не буду вам коверкнуть название, новой серии, которая находится вот в таких вот тюбиках номер 26. Как им пользоваться, вопрос. Объем, конечно, меня смущает, мне кажется, тут 8 мл точно нет. А, все, смотрите, я надавила и цвет пошел, это желтенький. Видите, он в середине кисточки появился. Ну вот, давайте нанесем на типсу. Гель-лак очень густой, мне такое ощущение, что это вообще гель-краска, а не гель-лак. И будет ли он самовыравниваться, неизвестно. Возможно, кисточка еще как следует не промокла, но в какой-то степени это удобно, потому что лишнее количество у вас будет уходить обратно в тюбик. Хотел сказать во флакон, но нет, тут действительно именно тюбик. Насчет удобства нанесения я прям вот сомневаюсь. Скорее всего, они подойдут для того, чтобы рисовать и через тюбик там выдавить сколько надо и все. Даже кисточку можно просто обрезать. Но надо подождать некоторое время, чтобы понять, самовыравниваются они или нет. Идеи, конечно, интересные, но я почему-то не уверена, что именно она увенчается успехом. Вот не знаю почему. Мне кажется, это будет жутко неудобно. В плане хранения они будут занимать меньше места. Но так как номер находится на колпачке, а вы будете их переворачивать, соответственно, как вообще их искать? Просушивать где-то тут? Ну, не знаю, это будет неудобно. Прошло некоторое время, самовыравнивался гейлак. Первый слой полосит. Не знаю, что будет на втором, сейчас даже просушивать не буду. Мне просто вам было интересно показать, как работает гейлак с кисточкой. Так что, если вам интересно, как работают эти гейлаки и вообще выкраской их обязательно ждите отдельного обзора. Думаю, в ближайшее время я и вам их покажу, потому что мне очень самой интересно. Вот прям безумно. Побыстрее бы их выкрасить и посмотреть на это чудо. Эта посылочка у меня пришла от Борнпретти и взяла ее из-за пластиковых страз. А все из-за того, что на чипсы мне как-то жалко хорошие свои стеклянные тратить. А пластиковых цветных у меня просто нет разного размера. Но, как пишут в комментариях, они замечательного качества. Безумно хорошо блестят. Да еще вдобавок, в течение носки они не мутнеют. Так что мне этого запаса хватит точно надолго. Единственное, я не вижу прям мелких никаких. На самом деле, это не страшно ни капельки, потому что их можно прицепить и на чехол телефона и украсить все, что угодно. Скажем так, очень нужная вещь, которую можно приспособить везде. Ну и второе, я даже не помню, что брала. Мне кажется, какая-нибудь стирочка или бульонки или еще что-нибудь. Все, я вспомнила. Это новомодный дизайн, который любят многие и хотят его как-то воссоздать, воспроизвести, но все время ищут именно разноплановые фигурки в одной баночке. Вот смотрите, тут есть и звездочки, и палочки, и сердечки, и шестиугольники, и кружочки, и все что угодно. Целая банка. Наполняемость очень хорошая. И на крышке можно увидеть, что есть очень даже мелкие. Даже не тестируя, могу вам сказать, что они классные. Вот на данном этапе я могу только посмеяться. Я вспомнила эти слайдеры и на самом деле лист должен был быть большой. То есть он такой вот на фотографии продавца очень вытянутый. Смотрите на деле, что пришло. И этот слайдер стоит минуточку 60 рублей. Я у Елены Бугуевой покупала слайдер за 40 рублей. Тончайший, вы понимаете, невероятного качества. А вот это вот маленькая штучка 60. Не берите ни в коем случае. Как бы они вам не понравились, это очень дорого. Тем более, они просто огромные. Даже пользоваться им неохота. Тем более, он такой страшный. Если кто-то смотрел видео о моих суккулендах, я думаю, вы сразу узнали эти горшочки. Очень мною полюбились, потому что в них можно сажать не только бонсай, но и всякие разные растения. Конечно же, мелкого типа. Мало того, что у них замечательные ножки, еще вдобавок и хорошее проветривание. Но вот что-то плохого за все время использования в этих горшках я не нашла вообще. Вот представьте себе, вот ни капель не разочаровалась. Поэтому набрала еще 3 штуки. И если мой сад будет разрастаться, буду брать еще. Они классные по качеству, очень жесткие, ничего с ними не происходит. Они есть трех размеров. Эта посылка действительно меня очень сильно порадовала. Прям вот нет слов. Ладно с этим слайдером. Главное, чтобы вы его не покупали, потому что, ну действительно дорого. На этом мой обзор окончен. Я надеюсь, что он вам понравился. Спасибо вам большое за просмотр. Спасибо за внимание. Спасибо, что познаете ногтевую продукцию вместе со мной. Если понравилось видео, ставьте лайк. Если понравился канал, подписывайтесь. Красивых вам здоровых ноготочков. Ну и конечно же обдуманных покупок. Пока-пока.